здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня хочу быстренько пробежаться по цветочкам потому что вы просите как знаете много у меня зимой падала много выкинула из-за падений много цветоносов переломалась но также много осталось цветочков которые ростят цветоносы свои и не так много цветущих вот это орхидейка бабочка цветет я знаю название кимоно бабочка вот называю просто бабочка цветы крупные если кто-то вот будет возможность приобрести приобретайте крупные очень красивый камера немного другой цвет передает чем жизнь она более такая потемнее более насыщенная также я ее покупала с двумя цветоносами которые я обрезал так как она тургор потеряла но она тут же вот пробудила свою почку и это цветение 5 цветов из почки и недавно я увидела что растет у нее вот такой вот чудесный новый цветоносик я буду надеяться что она не сбросит вот эти цветы ну посмотрим как дальше будут дела обстоять также цветет сога лауренс это мой любимчик просто какой он восхитительной красоты он яркий насыщенный цветочки такие восковые по моему нет не продолжает но он когда начал рост цветоносов было два вот видите один на один еще не хватило сил его вырастить скорее всего она и не будет этого делать также микки крон вот маленький очень кустик был вообще брала 2 5 он размером 1 как 17 был листики вот буквально с палец были длиной сейчас кустик стал больше вот из почки он почка пробудилась также есть бутончик вообще я оставляла цветоносик чтобы ведь поддержать корешков тоже было очень мало вот он прикреплен и будет цветение одного цветка но они настолько красивые что даже один цветок заменит несколько каких-нибудь там других очень насыщенные тоже очень классный цветок очень красивый яркий держит цвет долго не выгорает я пересадила свои стюартиан и потому что вот для этой стюартенки был очень маленький горшочек тоже пошла в рост цветоносов пока нет ну посмотрите какая розетка была она такая небольшая не будем надолго останавливаться на нецветущих это будут трез трежа крупные очень крупный куст сейчас я вам его покажу так приобрела его но в дороге у него в свое время поломались корни вот эти вот которые растут посередине сейчас эти корешки пошли в рост они раскуклились вот так же лист поломался вот этот вот видите вот здесь вот поломался листочек но вот эти вот корни растут в горшке нет пока почему-то роста но я так думаю что она тратит все силы на свой цветоносик так что я на буду у нас будет свести вот так же пожелтел листик я протирала фунгицидами пару раз его но сейчас оставила в покое растет еще новый лист в общем будем следить за его самочувствием и будем смотреть как он процветет так вот не видно так это вот такой вот большой кустик но он знаете как бы хочет разделиться да смотрите сколько корней вот такое ощущение что вот он хочет чтобы вот так отрезали посадили вот эти корни но я этого делать не буду до последнего до кустик немного не приглядно он такой вот кривенький косенький но зато он взрослый может процвести нормально пышненько достаточно это моя ирен добкин я сегодня заметила вроде бы как вот тут в пазухе цветоносик но еще не уверена цветонос это или нет тоже вот такой вот большой куст ирен добкин посмотрите какая она красиво просто потрясающая это пират пикот моя реанимашка в таком состоянии мне отдали ну вот пошли от шейки пару корешков значит все хорошо я думаю за лето она нарастит еще корни выправиться вот такая вот она вся поход цена очень конечно но я даже такому кустику была рада не ем танюша переслал так что не пират жив вот все с ним хорошо я считаю что с ним все просто отлично потому что какой он был и какой он стал в обзорах вы видели его он был гораздо хуже листья были такие все сморщенные они пожженные я фотографии также в группу выкладывала вот этот лист новый растет уже у меня такой немножко бугристый но и такая структура листа также это вот орхидейка недавно ее приобретала вот так вот она распускает распускает свои цветочки это лего фантастик вот так наращивает свои бутончики на к на кончиках цветоноса я думала об стричь их эти цветоносы потому что пересылка и все такое но естественно сначала решила я по самочувствию орхидеи посмотреть но потом смотрю вот это все один цветонос я смотрю она разветвилась она цветет но это опять же не показатель показатель то что все таки как ни крути она идет в рост у нее растет новый лист у нее вот зелененький где-то корешок в общем судя по состоянию с ней все хорошо это роз splash мы с вами когда она цвела я говорила что обрежу цветонос пересажу пересадила и пошли в рост корни корни и листья в общем тоже все прекрасно она такая цвету не так что я думаю что скоро зацветет это легата бабочка тоже она на реанимации было после выставки но ничего нормально отходит вот у нее кучу корней самое главное это корни самое главное что вот вырос этот лист правда неполноценное видите короткий и растет нового но почему короткий потому что она кучу сил конечно же потратила на свое восстановление это бесконечная стюартиана который бесконечно цветет она цвела вы помните очень пышно на двух цветоносах потом она резко стала отсушивать цветочки и что я вижу из старого цветоноса вот проснулась почка и растет вот такой шикарный шикарный цветонос и плюс еще что меня больше всего удивило из той же пазухи где старый цветонос растет опять же новый цветонос и она будет свести также лист также куча корней растет она в таком горшочке правда он небольшой но пересаживать я пока не буду потому что ее еще корни не выталкивают из этого горшка и ничего страшного что он не прозрачный это никак не влияет на развитие орхидеи как вы понимаете как вот успели заметить она постоянно цветет она прекрасно себя чувствует ухоженная такая вся красотка красотка радует без конца это бабочка 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 моя которая гнила шея пескара вот стоит пока растет новый лист вот тут она вся замазанная перемазанная но также растут вот сквозь максим новые корешочки и в горшке вот сегодня я увидела видите новой корнице и в самом горшочке куча куча корней так я ее и не пересадила но это специально я ее не пересаживала чтобы она не стрессовала и не тратила силу на адаптацию насколько возможно убрала просто торфяной стаканчик а все также в закрытой системе у меня перестала расти joy fairy tale он застопорил свои три цветоноса опять же в предыдущих обзорах я об этом говорила цветоносы не росли и я стал замечать что растение начинает подгнивать наверное холодно у меня на окнах и я пересадила в горшочек с автополивом не буду доставать чтобы не затягивать видео и поверьте в горшке там особо ничего нет пересадила я его недавно но посмотрите корни от шеи начали очень активно расти и 1 2 3 4 цветонос 5 цветонос сейчас я вам покажу подробнее вот смотрите 1 2 3 так 4 5 6 цветоносов он его расти растит вот я с этой стороны покажу тоже корни видите и цветоносы 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 то есть как бы его устроила эта посадка он адаптировался и растет листик стоит он у меня по правильному поставить цветоносами к окну но стоит он у меня наоборот повернут в ком чтобы выравнивалась вот это вот сам куст потому что видите он тоже искривился кустик очень большой так что я думаю теперь с ним точно будет все нормально все хорошо особо я его не дергаю не трогаю вот сегодня прикрепила за старый цветонос опять же потому что он так немножко пошатывается он еще не укоренился в горшке так как я говорю недавно пересадил на его все устрою устроила куча куча цветоносов вообще чудесная такая елочка мне очень нравится некоторые цветочки у нем были зеленые это не от нехватки света солнца сорт такой некоторые цветочки выдает такими зеленовато болотным так давайте посмотрим вот это и рынку я выращиваю это моя и рынка но у меня ее заберет моя подруга вот ир так что корешочек вот корешочек то есть вот такая она уже большая это ириночка не сравнится конечно с этим кустиком но они разные конечно также башмачок стоит белотулом поливая его иногда замачиваем но чаще всего на месте их вообще нельзя до того когда цветонос с осени особо много поливать но вот даже водичка осталось обычно я так поливаем чтобы она и вода даже не оставалась так это тоже у меня погибал овца а флоре с корой пересадил ее на фитиль на самодельный ну то есть самодельный вот горшочек как видите даже в горшке этой корней нет и она жила тоже как паучок наращивает корешки вот везде везде это мультифлор к название предлагают все разные поэтому не буду я говорить тем более она не цветет это мой шиллер такой военного окраса также проходит эксперимент в посадке в этот чудо горшок только в архиату больше я на не буду в архиату сажать потому что вы знаете вот например иренко растет у меня в таком же горшке там просто кора там видно вот корешки что кора есть воздушные карманы архиата все-таки мне кажется так как-то слеживается но посмотрим тургор она не теряет то есть все хорошо листики плотненькие посмотрим что будет дальше также у это орхидея вы помните обзор про моих трех реанимашек по моему трех вот у нее значит шея видите максим была замазана так как пришла с гнилью шеи и вот уже у нее сквозь эту дырку растут корни ничего я не делала с ней только замазала максимом пару раз то есть один раз намазала через какое-то время еще раз и вот такой цветонос роз я уже говорила что он не обрезан и не обрезан просто прекратил рост и пошла боковое как бы пошло ответвление но я думаю это связано может быть вот с этими со всякими манипуляциями видите какой бутончик какой-то такой странной это должен быть повороте но не он мне кажется повороте более красный а тут бутончик вот такой вот сиреневый но посмотрим пусть растет хорошо себя чувствует это бесконечный мой код бесконечное цветение вот распустился опять свежий цветочек очень красивый и вы знаете вот эти вот цветы завяли потому что я все время его шторы задеваю закрываю штору и вот этот цветонос был очень длинный вот здесь вот были бутоны которые тоже я шторы закрывала и они мне кажется повредились деформированные распускались и потом засыхали это не от того что ему что-то не хватать все ему хватает но я думаю так что его летом все-таки надо будет пересадить или просто когда время будет потому что куча корней уже прям аж горшок вот он плотно ну горшок во первых распирает во вторых мне кажется засолился субстрат потому что листья вот смотрите какие видите стали мне кажется ничего не могло повлиять ни холод не батарея вот именно что засоленный субстрат вот эта дырочка это когда я его покупала это вот с точки роста рост листик и я повредила его то есть он у меня уже этот код достаточно давно и вот он без остановки просто цветет цветочков осталось мало куст большой но я хочу чтобы он уже как бы и отдохнул даже вот уже сколько можно цвести уже как-то не знаю не то что надоело просто хочется чтобы отдохнул и пересадить его и что было новое свежее какое цветение потом очень он пышно цвел очень так что он молодец это джин принц которому вот кот недавно тоже цветоносного вы сломал вот старый слава богу остался вот наращивать бутончик цветет как-то 23 цветочка 23 цветочка вроде корни есть растет закрыт системе на может быть тоже потом пересажу это вот моя не знаю что случилось со стюартианой корней нет там я ее недавно вот этих всех трех пересадила корешков там особо нет стоит вот сегодня положила влажный такой ватный диск ну ничего в общем тоже никак я не помогаю просто как ты не знаю чем помочь вернее могла бы но как-то время желание не совпадает вот это желтая стюартиана вот тоже смотрите на листиках вот такие пятна мне кажется это вот от холода как раз таки вот видите какие-то такие как будто бы влажноватые внутри и вот это стюартиана набили никак у меня желтые не идут вообще вот я не знаю почему но не идут буду наблюдать за этим пятнышком вот так вот без просвета вот так на просвет и стоит она видите когда с ней это случилось я ее поставила вот так близко к окну и вот пошли эти пятна но она у меня так и стоит во первых потеплела во вторых ставить некуда это моя старушка вот сегодня развернула ее как говорится лицом в комнату марина уронила керамический горшок почти себе на голову вот этот большой который горшок был который все говорили что он маленький но на самом деле очень громадный маленький он казался на видео слава богу не по голове у меня такая паника началась я этот горшок сразу убрала вообще она не трогает цветы очень удивительно что она вот стала брать именно этот горшок что у нее в голове было я в этот момент я не знаю не трогает она цветы слава богу ну вот я говорю если бы он упал на голову с такой огромной орхидеи с корой это была бы беда очень большая я пересадил ее в пластмассовый большой горшок и как вы мне все писали большинство 80 процентов тебе жалко горшки и так далее всякие гадости писали да у меня этих и лечу за стоит огромное количество лечу и всякие у меня в запасе и мне даже покупать не надо но в том горшке достаточно места когда горшок упал и грунт вывалился он не поливалась орхидея три недели и полностью был грунт влажный не мокрый а влажный о чем вы говорите а в огромном горшке она бы сгнила куда еще больше тот горшок я не знаю он очень большой может быть видео показала что он маловат но он огромный просто горшок но извините ведро сажать я тоже не собираюсь сажать свои орхидеи во что хотите а я сажаю орхидеи так чтобы она хорошо себя чувствовала и не гнила так что получилось так что эта орхидея пережила две пересадки за месяц меньше чем за месяц и но она не скинула ни одного бутона после пересадок вот сейчас чего-то вот цветок отсушила еще где-то один бутончик вот отсушила вот маленький не знаю может что-то не хватает может из-за пересадок и вот еще цветочек очень красиво цветет этот сорт называется diamond king у кого есть знают что цвет другой но вот так вот передает камера к сожалению она вся в цвету вот такая вот цветоноса не длинный то есть соотношение куста такого большого цветоноса они очень аккуратно очень элегантно смотрятся вот еще бутоны но развернула потому что вот никак она тоже на окно у меня не умещается обалденной красоты она обычно она часто продается в магазинах но вот увидите берите потому что она благодарна на цветение она очень игру красивая вот вы знаете как сейчас держу камеру так похож похож цвет как в живую представляете какой она красоты а вот это вот значит у нее около колонки вот это такого знаете песочного цвета в краб такие вот очень красивые орхидея ребят очень щедрое на цветение легка в уходе неприхотливая абсолютно вот такой вот куст у меня за 6 или 7 лет вырос большой правда она вот от пересадок отсушила вот два листика очень конечно мне жалко и также не вижу я роста в горшке новых корней но я думаю за цветение думаю что пойдет пойдет разделять все пишут раздели ее омолоди ее не собираюсь я пока этого делать до тех пор пока вот этот ствол я не люблю когда стволы торчат голые вот этот листья она все отсушит будет голый ствол и еще больше корней потому что посмотрите какая у нее огромная листовая масса вот это вот количество корней из сушеных воздухом видите ей не хватит для того чтобы выжить будет больше корней вот там вот куча корешков вылазит будет больше корней оголится ствол тогда можно вытащить просто без проблем ее пересадить все равно я согласна да вот это вот вся листовая масса останется но не все орхидеи к сожалению выживают не все орхидеи принимают хорошо это омоложение вот такая вот красота ну пойдемте в другую комнату здесь я вам все показала я громала что цветет все на бутонах все на цветоносах итак это стоят красотки елены лобачевой вот они были с такой желтизной непонятного происхождения вот она отжелтила листик но также продолжает свести я и ничего не обрезала это красоте рука не поднимается что-то резать я каждое утро опрыскиваю вот эти вот воздушные корешочки немножко увлажняю вот эту скатерть на которой они стоят и в принципе убрала только сухие листики больше я ничего не делала стоят себе ну нормально пока себя чувствует не жалуются тургор не потеряли то все хорошо вот белая красота наша старушка которая такой так является таким огромным кустом также убрала у нее вот сухие листочки и ну она уже наверно приехал просто я не заметила вот с таким ответвлением это белая невеста белая орхидейка так что она еще наверное будет свести света им тут достаточно листья настолько большие что я смотрю от окна им падает много очень света то есть также практически как на подоконнике плюс я сейчас с утра включая досветку если забываю прошу сына когда приходит из школы чтобы включал досветочку ну что еще на этом окошке здесь ничего такого интересного в принципе вот все цветет всю зиму каменная роза бабочка вот такая вот красивая конечно неудачное время я для съемки выбрала но пока немножко все разбежались по комнатам решила снять вот такая вот она душечка красивая еще и на аукционе мою бабочку взяла мою мечту ее я потом сниму отдельное видео я такого продавца вообще в жизни не встречала хорошего в хорошем смысле слова а то сейчас подумайте плохого нет такого хорошего продавца не встречала в жизни отзывчивая предлагает как лучше давай так а давай так то есть переживает тоже за растение поэтому пока еще не отправила это моя бабулетка к сожалению вот или к счастью может быть детку там решил дать в общем желтит лист лист вообще вот тугой упругий но желтит и как вы видите вот здесь вот такие две почки которые были пасты намазаны но они не пойдут в рост по любому потому что видите она желтит цветонос вот это основание в общем у меня такое смутное чувство что она погибнет но будем надеяться на лучшее у меня как бы тяжеловато деток дает растения может быть я ее отдам ирине своей подруге у нее прямо как инкубатор у нее все деток даже мой пенек биг бена она сказала аня он дал детку я счастлива потому что у меня биг бен цел по сорту он очень красивый и вот я и давала буду и биг бен буду стоит биг бен дал детку у меня он стоял мертвым грузом ничего абсолютно не давал ташу яду меня прохладно и это адениум мы быстренько пробежимся что-то у меня вот малыши не очень-то хотят расти вот этот малыш который замерзший был также мазала фунгицидами но что-то он сохнет но я особо за них как бы не переживаю стоят пусть стоят погибнут погибнут это реанимашечка ирин добкин тоже 17 я разделила вот эту маленькую детку оставила себе вот ну ничего я ее с этого окна не трогаю я ее не замачиваю потому что корни там вот такие малюсенькие только по верху я подхожу немножко сверху проливаю по чуть-чуть водичка также чуть-чуть скатываться и увлажнение поле все в одном лице никуда не таскаю потому что начинаешь замачивать она выпрыгивает из горшка и и начинаешь что-то опять вставлять и повреждать корни по итогу ну а дэниум у меня тут вы пришли в силу в свою вот это вот пятно место вернее которое я жаловалась что мягко все говорили про суши вырежь там ничего трогать не стало все стало жестким а дэниумы не цветут но может быть не время я как бы не профессионал но мне нравится то что уже такая посмотрите листва на мой взгляд хорошие аденчики на мой взгляд они просто чудесные красивые красивые вот такие вот богатые шикарные листья вот это вот не села стоит и это черри беру к сорта очень красиво потому что много у них не будет так и это который мне ирина опять же отдала я привела их сам на себя и получается вот эта ветка засохла но она жесткая это тоже подсыхает веточка это тоже но с конца вот это вроде ничего но пошли побеги видеть им не из этих веток а просто из почки проснулись никакими постами я ничего не обмазывала сам по себе растет но вы помните он был кодлинный страшная сейчас он такой маленький вот эти веточки вырастут он будет очень аккуратный также орхидея не цветет хочу вам показать орхидею вот такой вот который не цвела 6 лет и не цветет но не у меня мне ее отдала дарья вот такую детку она из пазухи вырастила это архи а у нее из каждой пазухи деток дает очень любит это орхидея давать деток но хочу сказать в обычной посадке в классической она стала загибаться листья желтели отваливались тургор она теряла я ее не успевала поливать она такой водохлеб и я говорю чё я мучаюсь пересадила вот закрытую в маленькую систему и она как пошла пошла в рост буквально на на второй день она приняла эту систему начала расти вот такая красивая но опять же просто красота листьев так не цветет все лето кто не смотрит мой канал первый раз зашелся лето она стояла на улице то есть перепады колоссальные по 15 градусов полив дождевой водой сверху я ее обливала не жалела ничего она не сгнила но она хотя бы в тургор и была потому что вот и дожди шли и дожди ее поливали и при таких стрессах она все равно не дала цветонос это джаху оранж вот кстати забыла ее полить сейчас полью но тоже сидит нормально все во мхе оклемались вот эти рэнки на джаху оранж все пришло в норму так что здесь такое вот небольшое окошечко который много очень места видите занимает триаде еще два должны прийти в общем не знаю буду думать куда ставить и конечно же каменная роза очень красивая орхидея на кухне я не буду показывать там тоже не цветет много раз спрашивали как орхидеи после падения но стоят пока вот этот лист конечно отвалился но тургор такой вы знаете не чуть-чуть потеряла натургера на игру так долго привыкала к этому горшку в общем но стоит пока моя и все говорят мне там про детей что то но я же сказала что ребенок как бы не виноват и я его и не ругала ничего и орхидеи еще будут да будут они мне вообще не жалко как бы ну жалко но без фанатизма но это орхидея мамина я сделал на этом акцент может быть кто-то не знает или я не говорила мама моей нет живых она умерла три года назад и это орхидея на самом деле взрослый я ей подарила когда она еще была здорова она болела почти четыре года вот представляете сколько ей лет просто эта орхидея все время почему-то не везет то ее маленьком а когда марина была она ей сломала все буквально практически корни она выдернула из горшка и корнями игралась пока кушать готовили вот ну в общем не суть она на реанимации нарастила быстро очень корни потому что в орхидеи большой запас сил и так далее об этом много раз много слов было сказано потом она ее уронил кот сломалось два листа сейчас уронил даня сломался лист представлять какой это был бы курс если бы ее никто не ронял есть в ее никто не дергал это просто фантастика было бы то есть вот такой также как вот моя старушка вот такой был бы огромный куст она шикарно цветет но цветы обыкновенные но красивые листья такие в краб но дело не в цветах и не в листьях и как в дороговизне в стоимости орхидеи для меня орхидеи важны не по сорту а по ну что просто мне нравилось а это орхидея это моя звезда моя понимаете для меня для моей души вы просто не поняли вот я это все говорила видео но почему-то многие меня не понимают не знаю не умею я сказать что ли пусть бы у меня упал 15 вот кот не переломал 15 орхидеи одно видео про 2 сняла остальное даже и видео не снимала потому что ну уронил уронил ну что теперь животное же не будешь за это там выкидывать наказывать но такой был характер взяли его взрослым сами как говорится самим надо было думать мы вернее кости моему тоже стоит нормально себя чувствует после падения все хорошо в общем и это последнее окошко да тут ничего не цветет тут стоят либо малыши так это вот растет у меня в таком горшочке очень хорошо себя чувствует стюартиан опять же стюартианом елу никак ну никак вообще вот по чуть-чуть растет это орхидеи года два и вот она такая как подросток это опять же иран топкин я говорю вам все все пошли в рост все и листики и корешочки и вот тут еще пару орхидеек но опять же не цветущие это вспышка молнии оклемалась опять же только в этом горшке никак не хотела расти вернее сначала росла потом после пиранхи как сгнила и все так у нее пошло-поехало это я выравниваю сам куст потому что он был очень свисал с горшка знаете как леодора но все-таки это обычно или орхи орхидея это не виоланцейная какая-нибудь из серии да пусть растет прямо зачем ей куда-то сгибаться вот сейчас я и выровняю у нас со всех сторон буквально видите у меня пенопластом прижата и зато она будет ровно расти корни у нее уже корней много выросла но будет прямой аккуратный красивый кустик и который можно будет без проблем куда-то поставить размах очень листьев просто громадный даже вот на камеру видно давайте посмотрим сколько сейчас мне кажется жарко дома 20 градусов но это нормально часто я в эту комнату еще и окно вот это вот на проветривание оставлю потому что душно чуть в этой комнате вот поэтому им воздуха кислорода хватает ну все дорогие друзья это вот все от стеллажа лежит такая граво рабочая комната показала вам свои цветущие не цветущие игру на кухню уже не пойду там три цветочка или два тоже не цветут поэтому ждем цветение все развивается все на бутончиках много цветоносиков сейчас весной еще будут будут цветоноса я в этом не сомневаюсь весна такой такая счастливая пора когда природа оживает всем спасибо большое за просмотр надеюсь вам понравилось всем пока пока